Всем привет! В данном видео мы с вами поговорим об таких одноразовых подсистемах. Ну, сволочи, что можно сказать? Они научились делать очень вкусно, очень привлекательно. Посмотрите, как вроде все детали продуманы. Симпатично очень даже есть такие мини, как вот Exit, в данном случае Noka и многие другие на самом деле. Очень много, очень большой выбор, ассортимент большой. Сейчас в этом видео я вам расскажу, как можно легко и просто вот так разобрать любую из них. Во-первых, хорошенько вот эту ватку просушить. Мы ее достаем, просто кладем в салфетку и нажимаем. И в итоге она бывает вот такая белеет. Это говорит о том, что она практически сухая. Ну, и самое главное, расскажу, как нужно подзаряжать быстро, легко, ну, как можно заправлять любой жижей. Я даже не буду показывать, чтобы это не показалось рекламой. Посмотрите, какие вкусы. Клубничный сорбет, банановый сорбет, манго-маракуйя. То есть выбор действительно очень большой. Здесь якобы 2500 затяжек, здесь 800 затяжек. Вот эти 2500 затяжек стоят в пределах 800 рублей. Этот в пределах 400 рублей. Этот более миниатюрный по сравнению с этими большими Noka и так далее. То есть каждый день появляются какие-то новые фирмы и так далее. Безусловно, это все гадость. В любом случае, это все негативно влияет на наш организм. И нужно стараться, конечно же, избавляться от этой пагубной привычки. Если посчитать, сколько тратится на эту ерунду, то в конце месяца можно понять, что можно было бы купить очень полезную и нужную вещь и экономить свой семейный бюджет. Но нас подсадили на эту гадость. То есть в любом случае, я считаю, что все равно это уж получше, чем обычные традиционные вонючие сигареты, в которых помимо никотина есть огромное количество различных составляющих, которые выделяются в результате горения. Здесь, конечно, я считаю, что на мой взгляд будет поменьше. Но в любом случае до конца мы не знаем, есть ли здесь какие-то дополнительные формальгиды и так далее, как глицерин, пропиленгликоль и различные вкусовые вот эти добавки, ароматизаторы, как они при воздействии термо-температуры, как они взаимодействуют между собой и какие химические процессы внутри проходят. Но это уже тема отдельного разговора. В любом случае, нужно бросать, избавляться от всех пагубных привычек, включая вот эти дуделки. А сейчас я вам просто покажу, наглядно продемонстрирую, как легко и просто заправлять вот эти одноразовые подсистемы, потому что я до этого пользовался лоджиком, джулом и так далее. Сейчас они все куда-то пропали. И сейчас я вам покажу, как нужно легко и просто заправлять и заряжать, самое главное. Итак, после того, как мы легко и просто вытащили внутренности подсистемы из корпуса, мы видим вот такой наглядный пример, как все внутри выглядит. Итак, из чего состоит. В данном случае это бачок, где есть какая-то ватка, как губка впитывающая. Нужно открывать вот эту крышечку и туда добавлять жижи. Нужно самое главное, чтобы мы видим, что она полная вот жижи, и, соответственно, ничего не будет подгорать, и вы не будете ловить гарика. И очень важно, во время подзарядки нужно время от времени щупать вот эту батарейку, чтобы она не нагревалась. Это очень важно, потому что после того, как я нагрел, одна батарейка просто вздулась, и чтобы она не нагревалась, нужно пользоваться обычной слабой вот таким вот зарядкой, то есть адаптером. Я поставил мощную, быструю зарядку, большую, от дорогого телефона, и, честно сказать, я так понимаю, что он очень сильно быстро заряжал. Соответственно, аккумулятор вздулся, и потом уже я даже стал чувствовать, ловить гарика. Это очень важно, не торопитесь, пусть медленно заряжается. Это, собственно говоря, сам аккумулятор. Тут обычно с каждой стороны указывается плюс и минус. Самое главное, не перепутайте. То есть красный – это плюс, черный – это минус. Итак, самое главное, из чего нужно сделать вот такую вот легкую заряжалку, мы берем любой адаптер, отрезаем ненужную часть нам, и достаем оттуда четыре провода у меня было. Нам нужны черный и красный. Два остальных мы просто обрезаем, оставляем черный и красный. Вот такие вот крепления-крокодильчики, они продаются в любом строительном магазине, электроники и так далее. Я брал в Леруа, они стоят по 30 рублей, или 30 рублей две штуки, что ли, что-то такое было. Ну, в общем, копейки. Их туда просто присобачили, можно, я, например, просто снял вот этот наконечник, туда вставил проводок и обратно наконечник напялил на этого крокодила, и таким образом он зафиктировался. Можно методом пайки или можно пассатижами сжать, и, соответственно, то же самое получается. Крокодильчики очень удобно, прикусили контакты, и зарядка пошла. На мой взгляд, это самый оптимальный вариант на сегодняшний день. Вот таким образом нужно подзарядить, ориентировочно минут 10, 20, ну или полчаса, самое главное, время от времени проверяйте, чтобы не было горячо. Вот в данном случае у меня прям даже прохладно, из-за того, что я не стал ставить вот эту быструю зарядку, обычная какая-то зарядка, в данном случае от Huawei. И все вот таким образом подзаряжаем. Далее залили, вот открыли этот силиконовый колпачок, залили шижи, чтобы ничего не подгорало, и, собственно говоря, дожидаемся, когда наш аккумулятор зарядится. Ну, соответственно, я больше чем уверен, что процесс сборки никаких сложностей у вас не вызовет. Сюда вставляем, и тут две крышечки. Так, сейчас найдем одна для дуделки, и вторая шайбочка. Так, куда она делась? Сейчас постараемся ее найти. А, да, она же как раз на аккумуляторе. Есть аккумуляторы, на которых она отдельно вставляется. То есть вот в данном случае вот эта шайбочка, она просто отскакивает, а в данной модели она прикреплена к аккумулятору. Вот как выглядят сами аккумуляторы. Вот этот я неудачно открыл. Пока что даже не знаю, для чего использовать этот аккумулятор. Подзаряжать я его могу легко и просто. Кстати, если вы знаете, для чего можно использовать эти аккумуляторы, пишите в комментариях. Давайте почитаем, какой тут аккумулятор. аккумулятор на 1400 микроампер часов. 18 WH. Ну и здесь мы видим, что указано плюс-минус. То есть плюс это та сторона, где красная изоляционная лента. А минус это там, где черная краска или черная изоляционная лента. Самое главное при подзарядке не забывайте, соблюдайте полярность. Это очень важно. Ну а теперь давайте поговорим о каких-то вкусовых качествах. Вот NUKO, Electronic Cigarettes, клубничный сорбет. Ну, честно сказать, неплохо так получилось. Конечно, цвет очень такой женский. Странно, что они не выбирают нейтральные цвета. И, честно сказать, я уж думал, сделать какой-то чехольчик такой одноразовый или многоразовый, который можно было бы одевать вот на такие одноразовые подсистемы, чтобы менять, например, красный на черный. Потому что доставать где-то из кармана такой красный, я даже не знаю, может, так не так поймут. Но, с другой стороны, по физиономии человека сразу видно, какой он ориентации, и ничего страшного в этом нет. Ну а если кто-то что-то вякнет, то, соответственно, доступно и быстро его можно объяснить, что, мягко говоря, он заблуждается. Ну, цвета, вот как мы видим, желтый тоже такой очень пестрый. Я даже не знаю, почему они такие делают. Или все-таки продавали бы какие-то чехлы, например, черный чехольчик, одел в черный чехольчик, и все, он уже не такой броский и насыщенный. И самое главное, обратите внимание, как они все-таки тратят денег, не жалеют на вот это оформление. Как грамотно все сделано. Здесь матовая бумага, здесь глянцевая. Мороженое такое аппетитное. Ароматы такие. И вот даже коробочку понюхаешь. Такой аромат, сволочи, все-таки делают все для того, чтобы отравить людей и зарабатывать на нас с вами огромные деньги. И хоть хорошо, что здесь указали, что нельзя беременным, там, молодым людям, менее возраста, менее 18 лет и так далее, и так далее. Честно сказать, я, знаете, вот о чем подумал. Представляете, это все одноразовые аккумуляторы, они просто губят нашу планету. Вместо того, чтобы, ну, как-то придумывать такое, чтобы не травить, не портить вот эту почву. Вот один такой аккумулятор, который попадает в землю, он ведь наносит огромный ущерб. Далее вот эти яды, химикаты, они попадают в подводные воды, в грунтовые воды, потом попадают какие-то в питьевую воду и так далее. Это же вот, на самом деле, я уж не говорю о том, что пластик, время разложения, там, более 100 лет. Честно сказать, крайне неприятно осознавать, что в 21 веке, вместо того, чтобы как-то заботиться о природе, они вот делают вот такие вот одноразовые фигню, фигню, которая просто уничтожает экологию. Оксид называется в данном случае, манго-маракуйя, как говорила продавец, якобы эти разбирают. Не знаю. В любом случае, я всем рекомендую самому себе прежде всего отказываться от этой ерунды. Ничего хорошего в этих подсистемах, конечно же, нет. Давайте почитаем, вроде интереса, что же здесь написано. Столько информации, прям какая-то княженция. Одноразовая электронная система доставки никотина, ногу со вкусом клубничный сорбет, комплектация электронного устройства состроенной аккумуляторной батареей, ногу 1600 мАч и никотина, содержащий жидкостью объемом 9,5 кубических сантиметров, миллилитров. То есть, это все рассчитано на 2500 затяжек. Содержание никотина 20 мг на кубический сантиметр. Это 1,6% никотина по весу. Состав жидкости. Итак, давайте посмотрим, из чего это все состоит. Не знаю, верить можно или нет. Растительный глицерин, пропиленгликоль, никотин, бензойная кислота. Вот, кстати, на счет бензойной кислоты я не знал. Раньше этого не добавляли. И ароматизаторы. То есть, даже не один ароматизатор, а несколько ароматизаторов. Соответствуют ГОСТу R58109 2018 года. Устройство предназначено для преобразования жидкости в аэрозоль. Парь, который вдыхается потребителем. Перезарядка аккумуляторной батареи и перезаправка устройства жидкостью запрещена. То есть, нет, чтобы там вообще запрестить такую ерунду, пользоваться это. А тут перезарядка запрещена. Жидкость в устройстве содержит никотин, который вызывает привыкание, может увеличить сердцевиение, артериальное давление, а также при чрезмерном потреблении может вызвать побочные действия, головокружение, раздражение желудочно-кишечного тракта. Тошноту, головные боли может обострить существующее респираторное заболевание. В случае возникновения симптомов, недомогания, при использовании продукта прекратите использование, обратитесь к врачу. Запрещена продажа, использование лицам бланш 18 лет. Внимание, не предназначен для использования беременными женщинами, кормящими матерями, людьми с повышенной чувствительностью к никотину и другим компонентам устройства. Храните устройство в недоступном для детей и животных месте, при температуре от 0 до плюс 40 градусов по Цельсию. Срок годности 24 месяца с датой производства указанной упаковки не подлежит обязательной сертификации. Утилизируйте или перерабатывайте устройство согласно действующему локальному законодательству. Дополнительная информация НОКО.РУ Разработана по заказу НОКО ЛАПС Калифорния, США. Изготовитель Шэньчжэн Пэйсин Технологии КОЛТД. Конечно же, Китай. Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий ООО Бабилон. Ну, конечно же, Бабилон. Московская область, Видное, Полотниково село, Симферопольское шоссе, дом 3, этаж 4, кабинет 400. Телефон горячей линии 7, плюс 7, 4, 9, 5, 7, 6, 2, 9, 3, 9, 3. Все права защищены. Вот, как они все красиво упаковывают для того, чтобы подсадить нас с вами на вот этот крючок. Итак, сейчас мы посмотрим, подзарядился или нет. Я еще раз проверю на теплоту аккумулятора. Итак, просто проверяю. Вы знаете, прям прохладный. Я так думаю, очень даже нормальный. То есть, главное не ставить сверхмощный адаптер. Я думаю, у вас все будет хорошо. А еще лучше вообще отказываться от этой ерунды. Ну, все, давайте поставим, посмотрим, что у нас получилось. Отключаю. И вот эти крабики. Оп. Одной рукой не очень удобно. Оп. Вот так. Все, вот такой вот супер заряд, супер зарядка нам больше не нужна. И так, еще раз давайте внимательно посмотрим. Еще нового у нас состоит вот этот бачок, куда заливается жижа. Давайте посмотрим. Видим, что жижи здесь предостаточно. То есть, доливать, я думаю, что не нужно. Это сам аккумулятор. Здесь давайте мы вот аккуратненько прикроем скотчем заводским. и здесь мы видим, что пластиковая заглушка, она сюда пришпандована. Берем, вставляем, ничего сложного. Вот таким вот образом все аккуратно ставим на свои места провода, чтобы нигде ничего не прикусить, не прижать. И вот нажимаем сюда. Далее берем вот саму дуделку, как я говорил, вот это нужно выжать, желательно в салфетке, чтобы все излишки вот этой жижи, они ушли в салфетку. И просто закрываем. Вот такой вот у нас девайс получился. Ну и что ж, проверяем. Ну, замечательно. очень густой, насыщенный пар. Получилось то, что остался вкус, аромат, еще манго, что тут у нас там, манго, маракуйя, вот этот заводской вкус. Ну и плюс то, что я добавил пиноколаду. то есть вкусы вообще получили, совместились. Ну и, соответственно, чуть попозже будет чувствоваться только пиноколада, то, которого я добавил. Ну, давайте еще раз затянемся, посмотрим, как у нас. очень даже прикольный, ароматный, и мы видим, что зарядка полностью зарядилась. Ну, что сказать, на самом деле рекомендую. Конечно, это все вроде симпатично, аккуратно, вкусно, сволочь, так все умею делать, но, правда, избавляйтесь от этой ерунды, от всякого вот этого шлака-хлама. Лучше заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и понимать, что здоровье не купить. Здоровье у нас всего лишь одно. Берегите себя, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях, ну и до новых встреч. Пока-пока.